Почва – это целый мир, скрытый от глаз непосвященного наблюдателя. В почве располагаются корни растений и грибницы грибов. В обволакивающей почвенной частичке воде живут разнообразные бактерии, простейшие и мельчайшие круглые черви. Здесь прокладывают ходы личинки насекомых, дождевые черви и почвенные млекопитающие, такие как кроты и слепыши. В почве размещается подземная часть гнезд муравьев и термитов, а также норы многих животных. В почве обитает множество клещей. Одни из них питаются мертвыми органическими остатками, другие охотясь на более мелких беспозвоночных животных. Одними из самых многочисленных почвенных животных являются круглые черви-нематоды. Они настолько малы, что многие из них можно увидеть только в микроскоп. Питаясь различными органическими остатками, почвенные нематоды играют важную роль в круговороте веществ в природе. Посмотрите на медведку. Как хорошо приспособилась она к жизни в почве. Используя свои мощные передние лапки, напоминающие широкую лопату, медведка прокладывает в почве длинные ходы, отыскивая корешки различных растений, которыми она питается. Интересно, что ближайшими родственниками медведки являются хорошо известные вам сверчки и кузнечики. Всем вам наверняка знакомы дождевые черви. После обильных дождей они в больших количествах встречаются на дорожках, в садах и скверах. Дождевой червь движется в почве благодаря согласованной работе различных мышц. Сначала передний конец его тела утончается и проникает в полости между почвенными частицами. Затем мышцы передней части тела расслабляются, а задние продолжают сокращаться, в результате чего тело червя подтягивается вперед. После этого повторяется то же самое. Обратному движению препятствуют мелкие щетинки, расположенные по бокам тела дождевого червя. Зацепляясь за стенки норки, они надежно фиксируют его тело. Обитатели почвы находят здесь необходимый для них воздух, воду, минеральные соли. А вот свет в глубину почвы не проникает, поэтому населяющие ее животные имеют очень маленькие глаза или вовсе лишены органов зрения. Живущие в почве млекопитающие активно прокладывают в ней ходы. Одни из них, такие как крот и цокор, используют для этого мощные передние лапы, напоминающие лопату или ковш экскаватора. Другие, например слепыш, роют землю зубами, используя для этого мощные резцы.